Дорогие мои авиаторы, всем привет! Сегодня мы на семинаре, на форуме «Авиация, квалификация, надежность» — форум для профессионалов от профессионалов в сфере авиации. Очень много народу сегодня, сегодня первый день, очень интересные спикеры, очень интересные темы затрагиваются на этом семинаре. Расскажу сейчас всё поподробнее и пообщаемся с некоторыми спикерами. Пристегните ремни, полетели. На семинаре ведущие эксперты из разных отраслей, так или иначе связанных с авиацией, разобрали актуальные практические вопросы, которые встречаются при разработке и квалификации авиационного оборудования, а также обсудили перспективы развития отечественной авиаотрасли. Это уже четвертый по счету семинар, и с каждым годом количество участников растет в геометрической прогрессии. Например, в 2023 году участие в семинаре приняли более 350 человек из 150 компаний, среди которых ведущие разработчики авиационных систем, подрядчики и представители российских авиационных властей. А в этом году уже было более 500 посетителей. Спикеры подробно осветили наиболее острые темы, касающиеся сертификации авиатехники в наше непростое время. В общем, этот семинар — это как тусовка крутых профессионалов, где можно обменяться опытом в проектной и сертификационной работе. А с некоторыми из спикеров нам удалось пообщаться. Михаил, когда мы говорим про авиапроизводство, многие думают только о железках. Но ведь авиапроизводство — это не только авионика, фюзеляж, шасси, это еще и софт. Я знаю, что ваша компания делала софт, помогала делать софт таким авиагигантам, как Boeing, Airbus, Bombardier. А что у вас в планах для наших новых самолетов по ПО и что вы делаете для самолетов современных, которые вот сейчас выходят, те же сухие суперджеты, например? Ну, смотрите, вот вы даже уже в своем вопросе, в своей речи сказали слово «авионика». Что такое современная авионика? Это же не в 50-х годах, где были будильники круглые, механические, а это все софт. То есть, по большому счету, 80% функции создается софтом. И более того, сейчас у нас все новые самолеты, например, flight-by-wire. То есть, нет прямого соединения между штурвалами, ну, или ручками, как сейчас модно делать, вот, как раз с введением flight-by-wire. Попробуй на старом самолете аналоговым вот за ручку, так сказать, выведи его откуда-нибудь. А сейчас, да, из-за того, что нет прямого соединения, есть ручка, есть полетный компьютер, есть умные актуаторы с мозгами. Все это происходит по цифровым линиям. И, соответственно, если раньше можно было, так сказать, потянуть-посмотреть, то сейчас ошибки в ПО и качество его по многому определяет и функциональность самолета, его эксплуатационную привлекательность для авиакомпаний. Какие-то компании заказывают даже модификации под себя. Например, у нас еще давным-давно был проект, когда Люфтганза заказала под себя огромную модификацию коммуникационной системы. Под Аэрбасы. Там были Боинги, по-моему, больше, 737, но не суть. Значит, в чем заключалась эта модификация? То, что они хотят прям в полете пилоту посылать какие-то детали его полета, как ему лучше лететь, что ему делать там с пассажирами, еще что-то. Это исключительно такая эксплуатационная вещь, но она стала возможной за счет того, что у нас весь, можно так сказать, самолет стал электронным. Да, конечно, остались фюзеляши, как вы сказали, закрылки-предкрылки, но ничего это работать не будет без софта. Более того, у коллеги у нас будет разбор на докладе, что всем известная трагедия 737 новой модификации была именно из-за ошибки в софте, потому что софтом лечили несоответствие расположения двигателя тем, что было раньше предыдущей модели. И таких весей сейчас становится все больше и больше, самолет становится все сложнее. Опять же, сейчас какие-то пошли разговоры уже о том, что раньше мы сменили трехчленный на двухчленный экипаж, а сейчас разговоры о больших самолетах сделать вообще отношенный экипаж, как бизнес-джетов. Но это, скорее всего, никогда не поют, потому что у пилотов всегда можно случиться со здоровьем. Ну, это безопасность. Да, хотя с развитием всяких экипаж вокруг искусственного интеллекта ТД и ТП, кто знает, чем это все закончится. Ну, я бы чат G5 не доверил рулить мой самолет, честно скажу. Но, с другой стороны, я лично даже испытал некоторое удивление. Мы садились, это был, по-моему, Штутгарт или Мюнхен, какой-то из немецких больших аэропортов, или Франкфурт. Вот, туман абсолютный, не видно вообще вот ничего, только торчит огромная штука с башней, которая вырабатывает электроэнергия, она совершенно в сумасшедшем пилоне, вот ее вверх торчит из-за тумана. Не видно ни холмов, ни города, ничего. И вот самолет садится, и в полном абсолютном молоке, так что я вот даже крыла крайне вижу, вижу, вот с трудом узнаю двигатель, который рядом здесь. Мы садимся, и он приезжает точно, так сказать, к этому, там, не гейт, такая башенка, к которой он пристыковывается, вот ты выходишь, и идешь на автобус через эту башню, чтобы трапы не гонять. И это вот в абсолютной, вот отсутствии видимости, 100%, чисто приборная посадка. В автоматическом режиме это все сло. То есть это даже не пилоты, это прям все с лидаром как-то себе там подсветил. Ну, есть специальные системы точного позиционирования, посадка третьей категории. То есть пилот во многом сейчас это оператор большой, сложной, турботизированной штуки. И, кстати, в авиакомпаниях осознают проблему, то, что пилоты разучиваются летать. И даже понимая, что, например, полет на руках, он менее эффективный, там, с точки зрения поглощения топлива, еще что-то, например, один, там, из пяти или один из десяти полетов, или, там, заход, или наоборот, еще что-то, пилот обязан выполнить чисто на руках, чтобы не разучиться летать. Не потерять навык. Ну, вот, по крайней мере, в крупных авиакомпаниях такое преследуют, потому что пилот без навыков, вы знаете, чем заканчивается. Ну, на самом деле, я тоже слышал, я тоже слышал об этом, говорили и в иностранных авиакомпаниях, и в наших, что уже разучились, ну, садиться пока вроде как нет, хотя, а вот в воздухе без автопилота уже никак. То есть просто поднимается на эшелон, там, кнопка, и все. Да, пилот нужен для того, чтобы действовать в каких-то нештатных ситуациях, ну, для этого должен быть мир готов. Согласен, абсолютно. По поводу нештатных ситуаций, иностранное ПО, если мы говорим про, там, американское, например, да, для тех же Боингов, оно, по сути, разрабатывалось годами. Даже смешно сказать, я, насколько я знаю, на Боингах, причем не самых старых, до сих пор, например, используют дискеты иногда. Ну, в общем, оно не самое, может быть, новое, и само ПО, и само железо на этих самолетах. Но при этом оно как-то уже сильно обкатано. Мы в этом не то чтобы новички, но, тем не менее, у нас нет столько, как мне кажется, опыта. Вот с точки зрения безопасности наше ПО, оно как себя ведет? Это вот очень хороший вопрос. И обратите внимание, что, наверное, треть докладов на нашем сегодняшнем семинаре про безопасность, как ее считать, что там делать в каких-то краевых случаях, какие есть заблуждения. Потому что, действительно, мы пишем ПО и выполняем какие-то нормы не ради, вот, культа карга, как выразвучало, а действительно наша задача долететь в том же составе и в той же комплектации, в которой мы взлетели, да, приземлиться. И чтобы никто не был, так сказать, не получил травму, там, да, каких-то вещей, чтобы все прошло гладко. И подходы, они сильно отличаются, вот, например, в каком-то обычном программировании, скажем так, ну, не индустриальном, индустриально неправильным словом, потому что там тоже есть вещи, связанные с безопасностью. А вот, например, каких-нибудь нагруженных бэкэндов. Даже принцип, ну, делали какую-нибудь микросервисную архитектуру, эти сервисы разбросали по разным серверам, ну, отвалился один, так сказать... Не страшно. Один инстанс этого сервиса, ну, запросят заново, грубо говоря. Ну, не запросят и не запросят, запросят, пошлем еще раз. Вот. А в своем одной истории так нельзя. Оно отвалится... И отвалится вниз. Мы не можем остановиться, подумать, перезагрузиться, еще что-то. А по законам этого года, естественно, это еще случается в самые неприятные моменты, где-нибудь на такой высоте, когда ничего сделать невозможно, слишком низкое, или какие-нибудь неприятные условия, молния в самолет попала, еще что-то, пилот запаниковал. Поэтому и подходы, действительно, к созданию должны быть очень своеобразные, другое абсолютно целеполагание, другие принципы в мозгу должны быть у разработчиков. Ну, например, какое-то вот изящество и красота, оно не сильно приветствуется. Лучше бронебойно, понятно... Надежно. Надежно, чем какой-то там пять строчек кода, которые только гении могут понять, и таких три человека в мире. Вот второй подход, он неприемлем в реакции. Пусть их будет не пять, а тридцать, зато они будут абсолютно понятны всем, что они делают, зачем, как их модифицировать, и что там будет, если мы их модифицируем. Ну, и другие, естественно, подходы с точки зрения жизненного цикла, требования, имеют гораздо больше вес в такой разработке тяжелой. И вот у коллег был недавно доклад, буквально там полчаса назад, про то, что это, в общем, по объему работы сравнимо, чем просто кодирование. Верификация, которая больше, чем разработка требований кодирования вместе взятых занимает. Все это вот специфика разработки софта, ну, без которой получается гораздо хуже, поверьте мне. Согласен, согласен. Вот, и да, мы все учимся, принимаем эти подходы, набираем зрелость в том числе, совершенствуемся. Кто-то впереди на этом забеге, кто-то еще пока только стартовал с колода, кому-то предстоит. Но, так или иначе, как раз вот наше мероприятие нацелено на то, чтобы вот ускорить этот процесс. И, ну, а в конечном итоге надеемся, что это ведет к повышению качества и надежности. Александр, я знаю, что на наших самолетах новых Superjet New МС-21 и Л-114 будут стоять ваши навигационные системы. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее, и чем наши навигационные системы, ваши навигационные системы, лучше иностранных аналогов, ну, например, тех же Гарминов. Давайте сначала расскажу коротенько о навигаторе. В компании более чем 30-летняя история, разработка как военных, так и гражданских изделий авиационной техники, навигация, посадка, дальномеры, системы предупреждения близости земли, индикаторы. То есть опыт гигантский, и за эти 30 лет у нас освоен полный цикл от разработки до производства изделий. И, конечно, собственно, смотрим на Запад, чтобы наши изделия были, ну, как минимум, не хуже, выполняли аналогичные функции. И особенно в рамках последних, так сказать, событий, ну, вынуждены быть, в общем-то, на высоте. По поводу на эти конкретные воздушные суда, значит, у нас ставятся самолетные ответчики, дальномеры, систему предупреждения столкновений в воздухе, СПСВ, это новая у нас система, и, если не ошибаюсь, система раннего предупреждения близости земли. Слава умные, много можно рассказывать, но я буду покороче, именно про преимущества. История в следующем. Изделия, которые мы видим, попадали некоторые изделия на ремонт. Некоторые изделия коллеги ремонтировали, и когда их, так сказать, в рамках ремонта исследовали, было видно, что они сделаны, собственно, на несколько устаревшей элементной базе, в том числе. У нас, собственно, сейчас изделия, которые будут применяться, они адаптируются и дорабатываются на современной элементной базе. Как нашей, так, собственно, и той же китайской передовой, налаженные контакты. Поэтому наши изделия, ну, собственно, современные. Это однозначно. Второе, что мы увидели в импортных изделиях, это у них применяется широко практика. На шильде выбивается код по внешним воздействующим факторам, которым они соответствуют. Зачастую это требования КТ-160 предыдущих версий. Наши изделия, проходящие квалификацию в настоящее время, соответствуют КТ-160G. Это последняя версия редакции этого документа. Более того, мы видели, что у них ряд некоторых категорий не применяется, например, или занижен. То есть, например, переходные вызванные, процессы вызванные молнией в категории, 22-й раздел, если я не ошибаюсь, там у них категория по единичкам. Нам предъявляют требования по троечкам, это более высокие, жесткие испытания. Наши изделия успешно их проходят. Ну, собственно, здесь мы опять немножко лучше. Дальше я бы сказал преимущество следующее. У нас эти изделия изготавливаются вместе, ну, на том же производстве, на котором изготавливаются изделия военного применения. То есть, производство то же самое, там применяются военные ГОСТы. То есть, та же самая аппаратура проходит как квалификацию по гражданке, так, собственно, историю военной приемки. Потому что те же самые платы применяются военки и гражданки зачастую. И поэтому изделия, ну, собственно, больше качества и надежных заложены. Ну, и кроме этого, могу сказать, что используют, ну, работают те же монтажницы, которые монтируют это для военки. Все смотано, собрано, скреплено на совесть и проходят испытания как по военному ГОСТам, по мороз 6, мороз 7. Там часть испытаний даже жестче, чем гражданские. Ну, и последнее, самое немаловажное, это цена. Значит, я не могу сказать прямо уж досконально, да, но в рамках того, что я знаю, мы как минимум конкурентоспособны, а по некоторым изделиям просто в разы дешевле. Поэтому, ну, преимущество есть. Помимо железа вы, соответственно, делаете еще и софт. Все это привязываете вместе и это идет единым комплексом, скажем так. Обязательно. У нас полный цикл разработки железа, программного обеспечения, платы, сами изготавливаем платы, монтируем. В Санкт-Петербурге наша компания находится в выбор георейсер, монтаж плат, часть монтажа у нас, изготовление корпусов, обвязка, монтаж кабелей. Все это у нас происходит под жестким контролем военного представительства и независимой инспекции. Программное обеспечение несколько подразделений по разработчикам ПО, отдельный центр тестирования, который проверяет, тестирует, верифицирует код. Все по полной программе и мы, собственно, имеем сертификат разработчика изготовителя, выданный Росавиацией, то есть мы полностью соответствуем требованиям авиационных властей. Блиц вопрос. ГЛОНАСС или GPS? Вопрос сложный. Значит, без ГЛОНАССа нельзя. Ровно потому, что наши вражеские друзья одним щелчком нам открутят этот GPS и без него мы как бы не проживем. Работа в совместном созвездии. Есть документ КТ-368, который регламентирует правила работы в совместном созвездии. Это нашими, используемыми у нас спутниковыми приемниками, это поддерживается, поэтому в совместном созвездии мы работаем. Если вдруг кто-то щелкнул пальцем и GPS отключит, изделие продолжит работать по ГЛОНАССу надежно. Собственно, все характеристики, которые заложены в ГЛОНАССе и GPS, ГЛОНАСС совсем не хуже, а в некоторых нюансах даже лучше. Авиация, квалификация, надежность. Отличное название, очень интересный форум, много народа. Евгений, подскажите, пожалуйста, как возникла идея этого форума, откуда название и вообще расскажите про само мероприятие. Спасибо за вопрос. Действительно, история создания семинара такая не совсем стандартная, что ли, у нас была. Мы с самого начала, как компания появилась, собственно, думали, а можем ли мы что-то сделать, ну и в своих интересах, и для отрасли полезно. Собственно, как-то одной из зимой ехали от заказчика, остановились под Нижним Новгородом в гостинице. И сидели, обсуждали, что же можно сделать. И, собственно, предметом или поводом для того, чтобы... поводом для разговора стала история, связанная с тем, что далеко не все наши заказчики хорошо ориентируются в тематике сертификации, нам приходится много об этом им рассказывать, глубже погружать их. Все это в сжатые сроки происходит и обычно прямо тогда, когда уже надо на самом деле работу сдавать, а не обмениваться какой-то информацией и полезными данными. Ну и в процессе разговора родилась идея о не собрать ли людей, с которыми мы непосредственно работаем, чтобы они друг с другом поделились полезной информацией о том, как они работают. С точки зрения названия, конференции, семинар, это не столь важно. Вот мы подумали, что форум, да, вот площадка для того, чтобы люди могли друг с другом поговорить, но при этом с прицелом на то, что в этой отрасли самое важное, это все-таки практика. как вы работаете и что лучше работает, что хуже работает и чем вы на самом деле можете поделиться друг с другом. Ну вот, а для кого это? Для тех, собственно говоря, кто занимается разработкой, тестированием, верификацией, сертификацией, комплектующих изделий, программного обеспечения для них и электронного оборудования. Я бывал на многих форумах подобной тематики и подобного формата, медицинские, промышленные, еще всякие разные, но авиационный такой форум я вижу впервые, честно. Вообще есть аналоги у нас в стране подобные вашему? В стране проводится несколько мероприятий авиационной тематики, один из них это авиасалон МАКС, который проводится каждые два года, вот в последнее время его не было и, собственно, мы стали каким-то образом заменой этой площадки. Весной обычно проводится вертолетный форум, вертолетный салон, а площадок, на которых могли бы собраться разработчики оборудования, их не так много. Среди тех, о которых мне известно, это форум, который проводит компания «Навигатор» весной, вот и мы. По сути, собственно, на сегодняшний день это все две площадки, на которых могут встретиться инженеры и поговорить друг с другом об инженерных вещах. А почему так мало? Как думаете? Хороший вопрос, почему так мало? Ну, для того, чтобы что-то появилось, должен быть, с одной стороны, запрос, с другой стороны, предложение. Кому-то это должно быть нужно. По всей видимости, на сегодняшний день отрасль больше сосредоточена на том, как делать, а не о том, чтобы думать, как делать. Потому что на это требуется время и, наверное, осознанность и спокойствие. Спокойствие сейчас совершенно не пахнет. Сейчас надо сдавать самолеты. Вот. Мы, видимо, запустили это мероприятие в тот момент, когда у нас на это были силы. Прекращать это уже никакого смысла не имеет, поэтому мы будем продолжать развивать и улучшать. Я желаю вам вообще никогда не прекращать, а только расти больше, потому что я не инженер, хоть я и 15 лет в авиации отработал, но тем не менее не на технической специальности, но я послушал первую пленарную дискуссию и мне было очень интересно, я, честно, заслушался. Надеюсь, ваше детище будет только расти с каждым годом, будет становиться все интереснее и, надеюсь, в следующем году тоже с вами увидимся. Продолжение следует...